Хрустящие огурцы, спелые томаты, отборный перец. Уже 20 лет торговая марка «Дядя Ваня» радует покупателей. С самого основания продукция компании хранится в Люберцах. В офис на складском комплексе побывал глава округа. Вкус домашних заготовок в каждой баночке. Такую концепцию 20 лет назад выбрали владельцы завода и не прогадали. Дядю Ваню сегодня знают и любят в каждом уголке России и в 20 странах мира. В Люберцах расположился основной распределительный центр, откуда продукция отправляется на товарные полки. Компания сегодня производит порядка 100 миллионов штук банок. Самых разных огурцы, помидоры, всевозможные кетчупы, аджики, хрен, горчица. Все, что к столу. На предприятии трудится порядка 160 человек и средняя зарплата 81 тысяча рублей. А сегодня предприятие в развитии. В распределительном центре в Люберцах одновременно может храниться до 6000 тонн продукции. Существующих площадей не хватает. Поэтому, чтобы банка огурчиков смогла попасть к потребителю и зимой и летом, компании приходится арендовать дополнительные места. С главой округа руководители предприятия обсудили строительство нового склада, который вдвое больше прежнего. Мы растем каждый год, мы прибавляем 15-20 процентов, мы открываем новые производственные площадки. И, соответственно, для этого необходимы складские площади. Как складские площади, так и офисные помещения, потому что люди должны где-то работать. Собственные площади у нас все будут заняты до последнего метра. Новый складской комплекс планируют открыть в течение года. Он создаст 300 дополнительных рабочих мест и новые возможности для развития дяди Вани. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.